Вода из сухого воздуха. Реальность наших дней. Множество людей проживает на суровых пустынных засушливых территориях, где наибольшие проблемы вызывают доступность чистой пресной воды. На сегодняшний день есть различные технические решения для очистки воды, но большинство из них остаются довольно дорогостоящими и энергозатратными, и поэтому доступны немногим. Но ситуацию может изменить совместное изобретение ученых из Массачусетского технологического института и Калифорнийского университета в Беркли, которое способно извлекать пресную воду из сухого воздуха. Прототип изготовленного устройства вырабатывает 2,8 литра воды в течение 12 часов из воздуха с 20% влажности, характерного для пустынных территорий. И это не предел. Ученые видят возможности по увеличению производительности устройства как минимум на 50%. Для создания прибора было использовано 1 кг кристаллов металлоорганической основы, сжатых между солнечным абсорбером и платой конденсатора внутри отсека, открытого для доступа воздуха. Во время прохождения воздуха через пористый материал кристаллов молекулы воды прикрепляются к внутреннему покрытию, а солнечный свет, нагревая металлоорганическую основу, способствует соединению молекул воды посредством конденсатора, температура которого соответствует температуре окружающей среды. Пар, конденсируясь в воду, стекает в специальный накопитель. Металлоорганическая основа была разработана Амаром Яхи более 20 лет назад. В ней соединялись металлы магния и алюминия с органическими молекулами для того, чтобы основа была прочной, с пористой структурой и могла сохранять газ и жидкость. За это время в мире было создано более 20 тысяч различных материалов металлоорганической основы. Тестирование подтвердило, что изготовленные устройства для получения воды из воздуха способны работать в реальных условиях и сможет обеспечить водой каждый дом в пустынном климате. Как говорится в книге Анастасии Новых «Сенсей, Исконный Шамбалу», часть 4, с современными технологиями вполне реально пустыню Сахара превратить в цветущий сад и прокормить его плодами значительную часть населения. И это уже не говоря о том, что на Земле предостаточно плодородных почв для того, чтобы такое понятие как голод вообще не существовало на этой планете. Объединение людей – залог выживания человечества. Приглашаем к обсуждению ученых и всех заинтересованных лиц в подготовке технологий добычи воды, чтобы уже сейчас начинать реализовывать проекты, которые помогут выжить человечеству во время надвигающихся катаклизмов. Подробнее о существующих источниках воды в мире, о климатической ситуации и решении климатических глобальных проблем читайте на сайтах geocenter.info, allatravesti.com и allatradefiscience.org, а также в докладе ученых Allatara Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Присылайте на почту сайта geocenter.info с пометкой для климат-контроля информацию о климатических изменениях в мире, примерах объединения людей и помощи друг другу в экстремальных климатических ситуациях, а также информацию, которая поможет уже сейчас начать делать конкретные шаги для избежания надвигающейся катастрофы. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире!